В Советской гавани расчеты тушили возгорание в одном из строений Моргородка. Около 9 часов вечера жители пятиэтажного дома ощутили едкий запах дыма. До прибытия караула соседи уже успели разведать, где горит. Жильцы знают друг друга давно и поэтому снабдили авангард нужной информацией. Хозяин накануне ЧП был дома. На диване он лежал, а там диван у него в той стенке. А где комната? А за комнатой? Здесь кухня. Там кухня, там это... На диван он как раз горит. Мужчину нашли почти сразу. Он действительно лежал на диване в единственной комнате. Совгаванца вынесли в подъезд уже без признаков жизни. Скорая есть! Управлено позвоните! Провентилировать легкие мужчины пожарные попытались с помощью дыхательной маски, создавая внутри нее избыточное давление. Видимого эффекта это не принесло, однако врач неотложки решила использовать даже ускользающий шанс. Юра, бери здесь. Помогайте. Помогайте. Рома, распрутитесь! Веком! Пока медики пытались вернуть к жизни пациента, пожарные окончательно потушили возгорание. Оно ограничивалось площадью дивана, на котором лежал хозяин. Идей о том, что мешало сгорающему заживо слезть в стлеющие сахвы, было немного. И что, он пьянствовал, да? Серега? Убивал. Убивал, да? Конечно. Ну, он на пенсии уже. Давно на пенсии? Сколько ему лет? 57. Судя по обстановке в квартире, ее хозяин был страстным любителем табака. Рабочая версия – курение в постели. Через пару минут стало ясно, это была последняя сигарета в жизни пенсионера. Реанимацию провели в объеме полном, но по приезду дыхания не было. Стопы у него полностью сгорели. По словам соседей, мужчина на склоне лет, ставший одиноким, жил в доме с самой его постройки, в которой принимал личное участие. С места происшествия Юлия Рябцева и Сергей Шишков.